Йо-йо-йо, здорово! Вижу, вы неплохо отреагировали на мои платные консультации в Телеграме. Кто-то даже скинул мне благодарности за мои старые видео. Большое спасибо! Кто-то снова консультировался, но уже за деньги. Но в любом случае, брехунов тупых писало значительно меньше. Я бы даже сказал, что тупые брехуны вообще перестали писать. Это работает, я отдыхаю, у меня поднимается настроение. Так что я очень рад вашей поддержке. Но некоторые говорят, что Диману Маслу теперь не на что будет бомбить. Пропадет дух канала. Да вы серьезно? Вы серьезно? Вы думаете, все равно мне не будет писать брехунов на Ютубе? Или может быть на Авито? О, конечно же будет! И сегодня мы разоблачим продавцов с Авито и парочку тупых брехунов с Ютуба. Итак, поехали. Чтоб не пропадал дух с канала. Как же я не могу терпеть брехунов, которые говорят то, о чем не знают, и с уверенностью пытаются переубедить моих подписчиков в своей правоте. В один момент на смартфоне Дмитрия случился баг. Видео, в котором я защищал S22 Ultra, он нашел в виде телебаг. Иконка ВКонтакте не убралась. Находилась и на главном экране, и в приложении. Это называется всплывающее уведомление. Какое уведомление! Почти в правом верхнем углу появился значок ВК. Посмотрите, если я не прав, то поднимаю руки 10-21, начало. Давайте посмотрим. И говорит он о том, что вот здесь я, видите, вот он, значок ВК. Вот он у меня, прям вот здесь вот. И он думает, что это баг. Но это не баг! Это в настройках настраивается, черт подери. Вот, посмотри на это. Плавающее уведомление. Авито и ВК. Выглядит это на экране вот так. Ты на него нажимаешь, и открывается окошко. Выглядит точно так же, как значок. Дурачье! Да. Теперь посмотрите на этого продавца. Продает S20. S20 за 20 тысяч я на ВИТО не видел ни одного нормального. Вот он его продает. Вроде бы по фоткам все ок. Вроде бы по описанию все ок. Я с ним списался. Думаю, дай-ка разоблачу. Насчет выгораний на белом фоне. Все монотонно белое, без засветов. Как посмотреть? Ну, открыть белую картинку, например. Или там звездочка-решетка, ну или звездочка-решетка. Потому что мне кажется, что у вас на фото вот здесь, вот внизу. Вот, может, вам видно тоже. Есть кружочек от кнопки домой, пропечатанный. Он такой, через пару минут дойду до телефона и пришлю фото. Начинает присылать фото. Фото не в фокусе, видите? Они мутные фото. И в таком формате. Ну, здесь плохо видно, действительно. Потому что рассеивается картинка. На белом фоне нет никаких следов. Спасибо, что уделили время. Все такое. Пока я броню держать не прошу. Если будет реальный покупатель, можете про меня забыть. Он еще скидывает. И здесь, ну, четко же видно, что есть он. Вон он, кружок. Ну, видно же, видно. Вон он. Отпечатанный. Если на фото его видно, значит, и эта стрелочка есть. Значит, и вот эта кнопка есть. Значит, и панель уведомлений сверху выигрывшая. Значит, и сам экран будет тусклее, чем должен быть. К слову, в всплывающих уведомлениях, вот он, такой значок Авито, который остается, переносится, потому что мне пришло сообщение от Авито. Теперь, если я на него нажму, оп, я перешел в приложение и пишу «Здравствуйте». Нет, торга нет. О чем я уже 10 раз сказал в видео про S10. Так же они задрали, блин, своим торгом. Ладно, поехали дальше. Четко видно выгоревшую кнопку, значит. Завтра дома. Спасибо, меня большое. Нижняя часть экрана интересует. Там где-то три кнопки. Назад домой. То место. Уже обвожу ему в красный кружок. И я четко вижу там кружок от кнопки домой. Он такой, точно, есть такой отпечаток. А до этого, что он говорил? Что никаких следов нету. Однако, прошли уже сутки. И, конечно же, в объявлении о том, что матрица выгоревшая, мы указывать не будем. Вот такой вот продавец, который ценит свои отзывы. Нихера он не ценит. S21 Ultra по 37 тысяч. Но это понятно, что будет развод. Но так мы смотрим, вроде телефоны хорошие. Непонятно только, почему у этого серый кружок камеры. У этого почему-то темно-синий кружок камеры верхний. Немного странно, согласитесь. И экран у одного почему-то пипец какой зеленый. У второго пипец какой розовый. Настолько разная калибровка у экранов Самсунга. Серьезно, вы в это верите? Вы видели, что в моих обзорах, когда я снимаю видео даже на разные поколения, то калибровка плюс-минус экранов одинаковая. Уж на камере отличия видны быть не должны. Тем более настолько. Понятно, что экраны не родные. И именно поэтому настолько отличаются в своей калибровке. Он же прям пипец какой розовый. А этот прям пипец какой синюшный. Но тем не менее, у продавца будет дофигища отзывов. И все будет замечательно. Это, конечно, как всегда. Сегодня тоже S25G на Snapdragon. И мы все такие, о, сдурит, Snapdragon корейский. Ну да ладно. Устроена международная официальная прошивка, которая полностью на русском языке. Нет корейского мусора. Ну, во-первых, корейский мусор у него есть. Это четко понятно. Никуда он ее деть не мог. Во-вторых, прошивка на корейских телефонах. И так, по умолчанию идет с полным русским языком. Рабочие бесконтактные оплаты и вообще без проблем. За исключением пары приложений, которые можно отключить с экрана блокировки. В-третьих, то, что комплект у него не оригинальный. Что мы видим по пластиковой коробке. По вот этим вот блокам. Это ж паленые блоки. Это ж шершавый картон. Это все аксессуары паленые. Об этом, конечно же, он писать не будет. И Мэй на задней крышке нет. Задняя крышка менялась. Об этом писать он тоже, конечно же, не будет. И вообще этот черный цвет не похож на черный. И Мэй на коробке он тоже, конечно же, фоткать не будет. Ну, вот так вот, вот так вот. Понимаете, брехуны. А вот это вот просто брехунка. Продавала Mate 50 Pro. Она не брехунка, но дело в том, что я хочу вам рассказать следующее. Часто люди выставляют свой телефон достаточно по низкой цене. Она выставила за 60. И у нее появился следующий отзыв. Разумеется, за 60 это хорошая цена на телефон, который, можно сказать, новый. Которому есть чек. И куплен он там на 12 тысяч дороже буквально день назад. Но была следующая ситуация. Я просто вас хочу посвятить в курс дела, как они часто говорят. Вот я оставил плохой отзыв. Предложил сумму и сказал, что могу в течение часа встретиться и купить. Спустя 30 минут ответили, мол, согласна и приезжайте. Спустя 20 минут написали, что родственники хотят купить телефон без торга. Суть не в том, что продавец не соблюдает договоренностей, а просто врет. Без усилия. Просто сказать, что нашелся покупатель и хочет купить дороже, ума, видимо, не хватает. Однозначно не рекомендую продавца к сделкам. Хотели купить товар на 5 тысяч дешевле окончательной цены. Ну и значит он хотел тоже купить за 55. Потому что изначально цена была 60. В итоге за 55 она и продала. Тупая. Правда о том, что нашелся покупатель, готовый купить. И суть не в том, что он является родственниками с улицы. Мне как продавцу выгоднее продать без торга. Я заранее вам написал, что нашелся покупатель и извинилась, отменив сделку. Уж лучше так. Еще раз приношу свои извинения. Ну тупая овца. Вот я вас беру и говорю на будущее. Никогда не пишите, что у вас нашелся родственник, срывая сделку с другим человеком. Потому что вы хотите сделать вид, что вот я делаю в пользу родственника уступку. Это не в пользу человека с улицы, который готов предложить больше, а в пользу родственника. Но это выглядит максимально тупо. Выглядит всегда как вранючее вранье. И до хера продавцов так делает. Сам с этим сталкивался. И какой рахи родственник, когда ты эти объявления выложил час назад, да? До этого родственник ни сном, ни духом про это не знал. А вот сейчас, когда висит объявление, когда тебя написывают до хера перекупов. Вот именно сейчас об этом узнал родственник. Именно он предлагает больше, чем тебе предложил уже готовый покупатель с авито. Но это же явно бред. Вот ты уж определись, чувак. Тебе нужен торг или тебе нужна версия плюс? Я продаю S10 не плюс без торга. Определись, черт подери. А это ну вообще брехун. Продаю Fold 4, значит. Он у меня был на видео в ютубе. Вот сразу ссылочка на видео. Там видно состояние телефона. Состояние диала. Уже распечатано. Полный русский язык. Запись разговоров. Тут все описано. Что тут с телефоном? Он мне пишет. Добрый вечер. Здравствуйте. Телефон в наличии. Да, вы с тобой живете. Какая история телефона? Комплектность. Ну какая нахер история телефона, который вышел два месяца назад и который был в моих руках вот на видео? Да, ну какая там история может быть? Порнуху на нем, блин, смотрели и в туалет уличной даче бросали. Вот такая история. Комплектность. Ну видно, что коробка есть, да? А какой еще там может быть комплект, если они идут без комплекта уже? То есть там нет ни зарядок, ни наушников в комплекте. Какой еще комплектность ты ждешь? Завтра бы заехал, забрал. Я говорю, хорошо, заезжай, забирай. Ну начинается. Он так, он новый или бу? Ну если он распечатан, то он в любом случае не новый. Чтобы телефон был новый, он должен быть запечатан. Если он распечатан, то он уже не подходит под критерии нового. Что и так видно по фото и видео. Пленка на внешнем и внутреннем экранах или как? Он на гарантии? Ну пленку на внутренний экран очевидно клеят. Она является частью конструкции. Никто не будет ее снимать в первый месяц использования телефона. Правильно? Правильно. А на внешний экран пленку я клеил на этом видео, которое я тебе скинул только вот здесь. Ее не клеят завода ни в 22-ую линейку, ни в линейку Foldo. Во все, что после 22-го поколения не клеится. Внешняя пленка на внешний экран. Все, они не заботятся об экологии. Он на гарантии? На какой нахер гарантии? От Самсунга, который ушел из России, который в принципе в Россию не везет Foldy на продажу. Конечно же он не без гарантии, если написано, что он из-за границы и не Ростест. Если он даже на гарантии, то в другой стране, в которой у тебя путь не светит. Там, где покупали, гарантии осталось. Может, не осталось, но вряд ли его будут обслуживать здесь, в России, бесплатно. Тем более, что здесь может быть в принципе не быть запчастей на него и так далее. Бомбит. После этого он слился. Ну о чем, думал, непонятно. Если тебе нужен реально новый, запечатанный на гарантии, так иди в магазин и бери не за 90, а за 120+. Вот, посмотри, какой брехой. Он продает два телефона за 40 тысяч рублей. Один, как я понимаю, на Снэпе, на две симки. Второй Ростест, версия F. Хорошо. Но какого фига у этих двух телефонов? Так-то вроде хороший. Но у обоих на задней крышке нет надписей с имейами. У Снэпдрэгона их и не должно быть для Гонконга. Это я понимаю. Но у Ростеста это должны быть и знаки сертификации, и имей. Так почему их здесь нет? Подозрительно, подозрительно. А вот этот брехун, которого я обозревал в прошлом видео, который разбомбил мою девушку, наконец-то закрыл объявление и продал все свои ультра. И даже получил хороший отзыв. Давайте посмотрим. Вот кто пишет хороший отзыв. Продается, на удивление, все по-честному выслал. Сейчас на авито полно мошенников, это не тот случай. А аппарат без подводных камней, как же, конечно, просто настолько тупой, что их не видишь. Состояние отличное, как и было обещано. Кроме того, сделал скидку и положил кучу полезных подарков. От меня большой респект, однозначно рекомендую продавца. Ну, такое себе. Комплект уже видно, что не оригинальный положили, потому что вот эти наушники в шершавейшем картоне. Понятно, что в комплекте Z21 они в принципе не идут. Он просто доложил ему китайские комплекты, о чем этот чувак не понимает. Битого пикселя он может спокойно не видеть, что экран переклеен он спокойно тоже не увидел. Ну, вот такие вот потом тут и будут хорошие отзывы, понимаете. Вот потом тут и будут хорошие отзывы. Я не стал и оставлять ему отзыв на одну звезду, потому что я не хотел наживать себе прям врагов, потому что я все-таки иногда захожу на Савеловской, и потом меня там подловят нафиг, нахер мне это надо. Так что я так аккуратненько предупредил других покупателей, но смотрите сами, будьте бдительны.